13.06 в Кирове 13.06 в Кирове 13.06 в Кирове Действительно, событие очень и очень прискорбное. Мы довольно часто с Василием Куприяновичем, неприятно говорить, общались в прошедшем времени, обсуждали самые разные вопросы. Вот ту программу, которую мы затевали, можно сказать, и вместе с ним в том числе, это по производству миллиона тонн молока. Он принимал активное участие в этом, как, наверное, самый крупный сельхозпроизводитель. Неоценимая абсолютно утрата, потому что это и промышленник, и, наверное, в каком-то смысле, и политик, участник нескольких созывов законодательного собрания, в котором он очень активно всегда выступал, занимал такую, знаете, абсолютно конструктивную позицию. Наверное, в таких случаях принято говорить какие-то дежурные слова. У меня вот ничего на ум не приходит, кроме того, что мы потеряли действительно человека с большой буквы, производственника, который, вот как сейчас много пишут о нем, знал до гвоздя свой завод, сумел провести его сквозь очень трудные времена. И очень много отзывов сейчас, откликов на эту прискорбную, так сказать, кончину со стороны ветеранов, которые работали на заводе. И вот здесь такая тоже была большая поддержка, которая им оказывалась. Поэтому давайте почтим его память. Спасибо большое. Давайте продолжим. Я понимаю, что на самом деле уход Василия Каприяловича, но не только человеческая потеря. Действительно, Вы сказали, Игорь Владимирович, простите, сейчас, о том, что большое предприятие и большие планы были, в том числе и в программе «Миллион литров молока». Я так понимаю, что у правительства будет пристальное внимание к этому предприятию, ко всему холдингу в будущем году, потому что нельзя потерять такое предприятие с угодом одного человека. Я надеюсь, что помощь будет оказана такая констатичная. Я даже думаю, что вот как-то такая постановка вопроса сама по себе абсолютно неправильная. Нас это волнует. Вы поверьте, что нас это тоже очень волнует, и мы готовы оказывать любую помощь, поддержку, если она будет необходима. Но там есть семья, есть руководство предприятия. Здесь надо понимать, что это было не только предприятие, это еще огромный пласт сельскохозяйственных предприятий по территории области. И часть из которых находится такой в стадии развития. И, в общем, Василий Куприянович был таким действительно мотором, в хорошем смысле слова, который придавал всему этому динамизму. Я надеюсь, что... Взаимодействие продолжится. ...продолжится и предприятие. Да просто обязано развиваться вот такими же темпами, как оно развивалось. Да. Перейдем к следующим вопросам. Все выходные шел съезд партии «Единая Россия». Несколько дней в Москве. Мы все следили и в соцсетях, и на официальных каналах. Мы понимаем, что ставятся серьезные глобальные задачи. И проекты, которые «Единая Россия» под свое крыло взяла и заявляют о том, что они будут продолжены. Это крупные проекты для всех регионов, в том числе и для нашего, безопасной и качественной дороги и по среде, благоустройства среды. Вот просто нельзя там минуть эти два проекта. Что по этим проектам было нового сказано на съезде? Только ли они подтверждаются, или будет какое-то их развитие, может, увеличение финансирования? И есть ли новые какие-то тренды, партии обозначены? Ну, вы знаете, если говорить вот так предметно о съезде, то проходило не все выходные два дня, пятницу и субботу, в воскресенье съезда не было. А первый день был посвящен работе на дискуссионных площадках, их было семь, они абсолютно разные. Это и цифровая экономика, и качество государства, и здравоохранение, и спорт, и развитие городской среды, и развитие дорожной инфраструктуры. Наверное, среди основных итогов, если можно так говорить, по части программ, это то, что программы будут продолжены, финансирование по ним будет увеличено. И часть программ, абсолютно естественным образом, всего было 21 партийная программа, объединяются в 14 программ, то есть будут смежные вещи, которые, я надеюсь, дадут синергетический эффект. Вот смотрите, мы с вами, если не ошибаюсь, на прошлой передаче обсуждали такую вещь, что, конечно, хорошо бы синхронизировать работы по нескольким программам, скажем, в городе, да, или в агломерации. Это безопасные и качественные дороги, это программа благоустройства, городская среда, это программа модернизации тепловых сетей, сетей водоотведения с тем, чтобы не пришлось. Вы знаете, как в советские времена в программе «Фитиль», да, такая была известна, дорожники работу заканчивают, но, чтобы не проставить, тут же асфальт снимают и начинают перекладку. Вот, собственно говоря, по партийным проектам это и произошло, скажем, проекты «Театры малых городов» и проект «Дома культуры» в небольших, так сказать, поселениях, они будут объединены. Естественно, эта программа получит большее финансирование и гораздо активнее будет продвигаться. До регионов это даст такой, ну, мне кажется, абсолютно понятный эффект, когда в чуть более короткие сроки с должным финансированием эти работы будут проходить. Вот, наверное, если говорить о первом дне, второй день был посвящен организационным мероприятиям, собственно, было выступление президента страны, который пришел на съезд партии, и, так сказать, поддержал, еще раз заявил о том, что он будет выдвигаться в президент, и партия окажет ему в этом всяческую поддержку. Игорь Владимирович, продолжение, наверное, предыдущего вопроса. Вы, когда только приехали к нам, вы говорили о развитии так называемого проектного режима управления. И то, что вы сейчас говорите, в общем-то, говорит о том, что появились у нас проекты действительно такие, ну, масштабные, скажем, которые требуют взаимодействия разных министерств МИЭДов. Но все-таки это проекты, наверное, в большей степени, скажем так, федерального, федеральной инициативы. Вот планируются ли какие-либо другие проектные режимы, есть ли они, и вообще, что в этом направлении получается? На уровне региона? Да, на уровне региона. Вы знаете, я вот сейчас, наверное, просто попытаюсь расшифровать то, что я говорил. То есть проектный подход, формирование проектных офисов, это не только федеральный тренд. Мне кажется, мы абсолютно в регионе должны этим заниматься. Но вот мы сегодня уже упомянули проект в сельском хозяйстве по выходу на производство одного миллиона тонн молока. И надо понимать, что мы вкладываем в правительство, вот в проектный подход. Это же не только цифра, миллион тонн, мы как-то их произвели, и неизвестно, кому пытаемся теперь продать, так сказать. Это, безусловно, должно быть, ну, вот я не знаю, там, в виде такой пирамиды для себя представляю. Это участие и строительные наши отрасли, которые должны построить несколько крупных ферм. Это участие учебных учреждений, которые просто обязаны подготовить необходимое количество кадров. На селе это создание инфраструктуры, потому что первый вопрос, который задает инвестор, где мои люди будут жить, кто будет учить их детей, кто будет их лечить. Вот такие большие, серьезные проекты должны проходить, действительно, организованы на базе проектных офисов, когда несколько министерств, несколько исполнителей, включая бизнес, структуры, должны объединиться, создать такую программу, наметить сроки и дальше, как, знаете, вот, казалось бы, все это просто, так сказать, в виде такой диаграммы, да, где есть вопросы, касающиеся законодательного собрания, потому что нужно принять определенные акты, так сказать. Нужно с ними синхронизировать выделение средств, нужно вовремя обращаться в Федерацию, нужно вовремя задействовать строительные отрасли. Вот это и есть проектные офисы. Таких мы, наверное, в 2018 году, я говорю, наверное, потому что их может оказаться больше, четыре, как минимум, так сказать, будем стартовать. Один тот, о котором мы сейчас говорим. Второй проект, это в лесной отрасли, который предполагает привлечение новых инвесторов, новые правила предоставления, в том числе, и лесных ресурсов. Я не говорю, что они будут абсолютно новые для кого-то. Просто больше информационная окрытость, формирование информационных ресурсов, доступных, так сказать, всем, да, в здравоохранении. То, что уже началось, да, программа, скажем так, вовлечения большинства медицинских учреждений вот в ту самую структуру бережливых поликлиник, больниц, бережливых по отношению к пациентам, когда экономится время, нервы пациентов. И в образовании. То есть мы вот должны тем самым, так сказать, повысить инвестиционную привлекательность региона. Наверное, в этом, так сказать, задача сделать Кировскую область еще более заметной на карте Российской Федерации, а инвесторам предложить понятные условия. Что я имею в виду? Сейчас, секундочку. Мы должны прерваться на полминуты. И по образованию особенно хотелось бы задать вопрос. Имеете ли вы в виду только опорные школы или еще что-нибудь? Продолжается программа на волнах нашей радиостанции. Здесь в студии губернатор Кировской области Игорь Васильев. У микрофона работает Светлана Занько. И мои коллеги здесь Дарья Орлова, главный редактор портала «Свой Кировский». Михаил Шевелев, учредитель журнала «Товар. Деньги. Товар». Игорь Владимирович, до перерыва вы назвали четыре проектных офиса, по которым, ну, как минимум, да, вот четыре теперь ясных, по которым будет работать область в следующем году. Первый проектный офис касается леса. Второй – здравоохранение. Мы, пожалуй, наиболее информированы по этому пункту. Дальше по программе «Миллион литров молока» тоже достаточно ясно. Что касается образования, что туда все-таки входит? Только ли система опорных школ, с которыми тоже не у всех еще до конца в голове вылеглось, или еще что-то? Вы знаете, вот в свое время было принято решение передать начальное, ну, давайте так назовем это, да, не начальное образование, в нашем понимании, там, первый, третий класс, а вот это среднее образование, не профессиональное, а школьное, так сказать, на уровне муниципалитетов. Сейчас мы предложили, в общем, стали, наверное, таким пилотным регионом, наиболее продвинутым в Российской Федерации, который поднимает часть школ, как минимум одну в каждом районе, на уровень области. Это другие возможности по финансированию, и мы хотим на этом примере создать сеть опорных школ, в которых будет, ну, скажем, они будут выступать методологами для остальных преподавателей. Мы сформируем, так же, как мы поступили со скорой помощью, единую сеть перевоз детей, когда в случае поломки автобуса мы будем его заменять, так сказать, да, мы будем ремонтировать их, там, чуть более дешевле, не оставим руководителя один на один с необходимостью, там, самому чем-то заниматься, так сказать, да. Будем на этой базе этих школ заниматься дистанционным образованием, то есть это станет таким, знаете, вот ядром роста, скажем так, ну, качественных изменений в образовании, да. Но это очень важно подкрепить сквозным таким линиям между начальным, средним, профессиональным образованием и высшим образованием. Мы в каком-то смысле регион уникальный, потому что у нас, ну, давайте так вот, скажем честно, у нас есть большой серьезный опорный ВУЗ, который получился из слияния двух больших учебных заведений. У нас есть медицинский университет, который есть далеко не в каждом регионе Российской Федерации. Мы во многом регион, который занимается сельском хозяйстве, там, лесная отрасль тоже лесовая, остальная часть является, там, частью сельского. У нас есть сельскохозяйственная академия, есть юридическая академия. То есть в этом смысле мы не только самодостаточны, а хотели бы, наверное, так же, как в медицине, предложить наш образовательный комплекс для других регионов страны, может, прилегающих и не только. И для других стран в том числе. Уже и сейчас к нам приезжают люди издалека. Я считаю, это абсолютно правильно. И наши с вами, так сказать, дети тоже должны выезжать учиться не только в Москву, в Санкт-Петербург, но, может быть, и далеко. И самое-то главное в этой истории, что мы, поднимая образование на такой уровень, учли с вами одну очень простую вещь. Чем выше качество образования, тем шире кругозор у человека, тем больше шансов, то он поедет получать образование куда-то дальше. Мы должны соответствовать во всем остальном новому уровню наших людей, которые появятся. Это и рабочие места, это и социальная сфера, и культурная, о чем мы с вами обсуждали, это и концертные залы, и театральные, так сказать, гастроли, и включение Кировской области в федеральную повестку, в том числе и в плане культуры. Вот какая задача, вот что такое проектный офис в сфере образования. Он очень непростой, и, может быть, этому стоит такую отдельную передачу посвятить. — Игорь Владимирович, если говорить об опорных школах, здесь вопрос как раз по реализации, потому что идея-то, безусловно, хорошая, но мы понимаем, что в таких вещах дьявол-то он таится в деталях. В частности, вопрос... — Впрочем, как и в любых других. — Да, дистанционного образования. И мы понимаем, что кадровый состав у нас в школах, в районах, ну, очередь-то, прямо скажем, не стоит. — Как это будет всё организовано? И, там, опять же, по дистанционному образованию, интернетизация... — Есть вопросы, связанные с интернетом. То есть есть вопросы, связанные с такой программой «Мобильный учитель», когда у нас появится, например, возможность предоставить автомобили учителю, ну, не многостаночнику. Я прошу прощения у всех учителей, которые в малокомплектной школе, знаете, как говорят, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот это обстоятельство вынуждает людей жить в таких условиях. Мы должны от этого уходить. Либо привозить к детям специалиста, который действительно будет проводить уроки химии, физики на должном уровне, так сказать. Второе. Мы должны вместе с компаниями-операторами заниматься не профанацией, а реально довести до школы интернет высокоскоростной, широкополосный, желательно, так сказать, с тем, чтобы была возможность получать дистанционное качественное образование. Вот в этом, я надеюсь, ещё поможет и синергетический эффект. У нас сейчас заявлена программа, и об этом говорил у нас есть депрезидент, о том, что мы просто обязаны за следующий год сделать так, чтобы в каждой, без исключения больнице, поликлинике, отдалённом районе, был широкополосный интернет для возможности оказания услуг дистанционно, консультации. И мы, кстати, Киров, делая успехи в этом направлении, попали в пилотный проект, в числе там, по-моему, всего мы и ещё один регион, я сейчас не буду называть второй, вот в этом проекте. Я надеюсь, что если мы его совместим с опорными школами, то мы здесь получим очень серьёзный эффект. Вы знаете, я вот, ну, так, на съезде такую очень яркую цитату, так сказать, президенту, он так иногда очень образно, так сказать, изъясняется, да, он сказал замечательную вещь. Мы же все хотим сделать Россию сильной, процветающей, державой, экономически развитой. Но это не могут делать больные, безграмотные люди. Вот, я считаю, это два основных проекта, которые мы должны вести. Это образование и медицина. Что касается интернетизации наших районов, вы говорите, что мы попали в пилотный проект. Что это значит? Это значит, что интернет-провайдеры больше средств будут вкладывать, высших больше строить? Вот конкретно, что это будет значить? Я считаю, что и это в том числе. И это в том числе. Но здесь я бы не хотел сейчас говорить о каких-то деталях, о цифрах, так сказать, проектах. Давайте мы вот сформулируем эту часть проектного офиса, и тогда вот с удовольствием её обсудим. А мы знаем, кто возглавит этот проектный офис по образованию? Ну, вы знаете, всегда любой проектный офис, наверное, в стране, так сказать, и в регионе, тем более, возглавляет первый руководитель. Вы? Да. Если он этим не будет заниматься, то, ну, наверное, тяжело ожидать, так сказать, успеха. Игорь Васильев, студия нашей радиостанции. Есть вопросы у Михаила Шевелёва, пожалуйста. Игорь Владимирович, вот вы абсолютно красиво и хорошую картинку нарисовали. Я могу подтвердить то, что когда мы много ездим по нашим районам, по районным центрам... Да, ну, консультанты, на самом деле. То есть интернет в районах очень хороший. Ну, то есть достаточно, достаточно, ну, нормально для того, чтобы работать. Вот. У меня вопрос другой немножко. На самом деле сегодня такая ситуация, что учиться нужно не только молодёжи. Сложилась ситуация, наверное, впервые в истории человечества, когда молодёжь учит старшее поколение. И вот мы со Светланой недавно ездили на форум, где присутствовало очень много чиновников, которые учатся. И вот у меня, вот когда вы рассказываете про проектные офисы, про развитие, на мой взгляд, существует задача развития управления, то есть повышения качества именно уровня чиновников. И в этом плане, может быть, есть смысл на нашем регионе запустить какую-либо программу, которая бы совместно обучала и активистов, и чиновников, и молодёжь, потому что... Чтобы они в совместных проектах участвовали, да, в комплексных реализациях задач, которые стоят перед регионом и не муниципалитетами. Это предложение прозвучало, на самом деле. Да, я, наверное, не могу не согласиться с таким предложением, потому что процесс образования должен быть непрерывным. Поскольку в наше время, ну, давайте посмотрим, даже вот технологические средства, скажем, вот перед вами лежит там iPhone, да, там 15 лет назад мы ещё не знали, что такое мобильный телефон, да, ну, 20 лет назад. Жизнь поменялась коренным образом абсолютно, и нужно этим изменениям соответствовать. Я не скажу, что здесь ничего не делается в этом направлении. Вот напомню вам, что у нас есть фонд развития моногородов Российской Федерации в Кировской области. Ну, так сложилось у нас одно из наиболее больших количеств моногородов, у нас их 11. И вот я хочу вам сказать, ну, наверняка вы об этом знаете, что у нас все руководители муниципальных образований моногородов прошли обучение в фонде Сколково, защитили свои проекты. Результатом этого стало то, что в этом году у нас территория опережающего развития получил город Вятские Поляны. Мы сейчас подали заявки Белохолуницкого района, мы разговариваем об Амутнинске, мы хотим несколько районов придать этот статус. Это новые возможности для инвесторов. Но, наверное, я с вами соглашусь, что на базе нашего опорного вуза мы должны всё время проходить обучение. Мы должны приглашать сюда, в том числе, специалистов мирового уровня. Это хозяйство всех направлений жизни Кирова и области. Это касается архитектуры, это касается интернета, образования, всего чего угодно. Мы должны опираться на лучшие мировые образцы. И я думаю, что вот такую возможность мы вместе с образовательными утверждениями должны сформировать. Отлично. Обещала сделать на перерыве шаг назад, вернуться к средствам, которые Федерация планирует вкладывать в программу развития городской среды. Даша. Вы говорили о том, что будет увеличено финансирование по проектам. Насколько велики эти суммы, насколько оно будет увеличено? И если есть возможность говорить в процентах, то давайте будем говорить в процентах. Давайте мы будем говорить не в разах и не в процентах, а поговорим про структуре, скажем так, проектов. Вот на одном примере просто разберём. Вот программа «Безопасные качественные дороги», президентская программа, она рассчитана на пять лет. И первых два года основная её задача – это рост количества километров в Кирове и в Кировской агломерации, а это Кирово-Чепецк и Слободской, количество километров дорог, соответствующих федеральным стандартам. Мы с вами стартовали очень низко. У нас всего лишь было 20%. Поэтому за эти два года, представьте, какая масштабная задача должна быть, мы должны довести до 85%. Ну, за три, на самом деле, года. И последующие годы уже будут годами существенно больших цифр, поскольку деньги будут вкладываться в инфраструктурные проекты. Это переходы над железными дорогами, это ливневые канализации. Поэтому средства будут увеличены. Но мы должны с вами понимать, что мы должны и инфраструктуру, которую обслуживать эти дороги, строить, должны также формировать грамотно, производственные мощности готовить к этому. Потому что, к сожалению, очень много в предыдущие годы было утрачено. И никакой здесь дождь деньгами, никакому региону, вот просто так, без создания производственной инфраструктуры, он не поможет. Вот это еще одна задача, почему так программы и сделаны, что сначала мы, ну, простые вещи, которые позволяют нарастить мускулы, приобрести компаниям технику, получить на это дело финансирование, так сказать. А все действительно тяжелые, энергоемкие, даже с инженерной точки зрения, спроектировочные, они отнесены на чуть более дальний срок. Вот по всем остальным, без исключения программы, это выглядит примерно так же. Средства будут увеличиваться, но будет расти и сложность программы. Даже, допустим, вот мы же с вами уже как-то обсуждали эту тему, что ощущение ремонта будет складываться когда? Когда человек выйдет из подъезда, увидит красивый двор, освещенный дом, хороший выход на дорогу, красиво покрашенные, так сказать, столбы, да, там, яркий, красивый город. Вот к этому мы должны стремиться. Такое ощущение, что в нашем городе, как минимум в Кирове, точно должна быть тоже быть создана проектная площадка, проектный офис, куда войдут разные специалисты с целью эффективного решения этой задачи. Я думаю, что такая задача перед нами стоит, и вот сегодня мы только что к вам на эфир приехали из Нововятска, где открылась, в прошлом году мы открывали вот здесь неподалеку заправку Лукоиловскую. Сейчас очередная, так сказать, открылась, ну, кроме создания рабочих мест, достаточно высоко оплачиваемых, там, более, по-моему, 40 тысяч рублей, это еще и просто красивое, так сказать, украшение города, украшение района, сооружения. И мы посмотрели, так сказать, елки-парк, планы по развитию, и рядом расположен дендрарий, да, в котором вот хорошо бы заниматься в том числе и спортом, не вредя экологии, да, на хорошо подготовленных, освещенных трассах, чтобы была возможность там получить лыжи или коньки в прокат, чтобы эта вот среда обитания стала комфортной для человека. Наконец-то, Игорь Владимирович, могу я только сказать. Ну, вот то, что мы сегодня увидели... Потому что в Порошино по завалам трудно бегать, а дендропарк давно стоит. Ну, вот я надеюсь, что он начнет работать на горожан в ближайшее время. Там, конечно, есть вопросы, связанные с собственностью, но я думаю, что это такие вот чиновничьи игры, которые должны, ну, никак не отражаться на гражданах. То есть сегодня уже была какая-то рабочая встреча по этому поводу? Да, абсолютно верно. То есть мы встречались в область, город, несколько министерств, застройщики, Лукойл, который в том числе решил вложить средства в развитие там части, так сказать, дендропарка. Есть планы по набережной, есть планы по созданию там проката, ну, по комфортной среде, так сказать. И это будет комплекс такой как раз, то, о чем мы говорим. Спасибо. Мы сейчас прервемся на полторы минуты и продолжим интервью с Игорем Васильевым, губернатором Кировской области. Да, Игорь Владимирович Васильев жалуется, что не подвели итоги года. Ну, у нас еще есть время, да. Ну, так всегда с вами бывает, я хочу сказать, Игорь Владимирович, начинаешь, и одно за другое цепляется, хочется, нужно журналисту, хочется глубже копнуть, а не просто отчет выслушать. Надо чаще встречаться. Мы, кстати говоря, слава Богу, благодаря вашему решению часто сейчас встречаемся, и даже сегодня вечером еще встретимся. Да, ну, я надеюсь, да. Да, на новогоднем мероприятии. Дарья Орлова, главный редактор портала «Свой Кировский», Михаил Шевелев, учредитель журнала «Товар, деньги, товары», я, Светлана Занько, здесь в студии. И мы уж как у нас получается подводим итоги года, но вы заметили, что хочется думать о будущем, о хорошем будущем. Поэтому наши все вопросы, они направлены на то, как будет развиваться регион. Неоднократно мы отмечали в течение года, хорошо работает ваша пресс-служба, что делалось. Теперь хочется понять, куда мы, собственно, стремимся, какими средствами мы стремимся. И вот ключевое, что я для себя услышала до перерыва, это то, что максимально будет задействован человеческий потенциал в любом виде. Это ли обучение специалистов, это ли привлечение бизнеса к социальным проектам, которых мы до перерыва сказали. И хотелось бы, чтобы еще пару слов вы про развитие дендропарка все-таки добавили. Мы работали с компанией «Железно», вот и я, и Даша в свой Кировский брали интервью, а у нас на радиостанции полтора года шел проект, когда мы пытались говорить о том, что дендропарк заброшен, надо им заниматься. Потому что, правда, инфраструктурные проекты нужны, и сам дендропарк нуждается в финансировании для того, чтобы выполнять свою научную функцию. К чему вы пришли сегодня? Вот буквально только что со встречи вы вернулись. Напоминаю, что это была трехсторонная встреча правительства, город и бизнес. Ну, надо, наверное, сразу еще раз напомнить о том, что это не только компания «Железно», это хорошо, это и компания «Лукойл», которая также будет вкладывать средства. Вот мы договариваемся о том, что должна быть инфраструктура удобная для горожан, не мешающая развитию дендропарка, ну, давайте назовем так, с научной, так сказать, точки зрения. И прилегающие территории, как то набережная, так сказать, вятки, должны тоже должным образом быть оборудованы и, ну, становиться такой вот действительно парковой, так сказать, зоной. И вот здесь радует, что бизнес с самого разного уровня, так сказать, компаний «Железно» до «Лукойл» уже задумывается о том, как это должно быть. А наша задача, так сказать, да, вот все чиновничьи, разрешения, так сказать, там, вопросы, связанные там с взаимоотношениями города, области, решить так, чтобы это прошло, ну, незаметно для бизнеса и для горожан. Вот это самое главное. Я, знаете, хотел еще один такой пример привести, он меня очень радует. Мы на позапрошлой неделе были в Мурашах, и там за очень короткий срок, за полтора года, был построен большой, суперсовременный фанерный комбинат, потрачено, вложено, так сказать, порядка 5 миллиардов рублей. И вы знаете, наверное, вот впервые, так сказать, я хочу сказать вот о чем, что инвестор, заходя на территорию, начал не с того, что построил предприятие, а построил дом для своих работников в Мурашах, 24-квартирный дом вот такого вот качества по принципу «заходи и живи». Сейчас большой палец поднял вверх, Владимир Владимирович показывает, что хорошего качества. Ну, действительно, это очень понравилось, и я так понимаю, что инвесторы начинают менять свою собственную психологию, смотрят далеко вперед и понимают, что если не будет условий, социальных в том числе, если не будет условий для проживания, никого не будет, и любой бизнес, ну, прошу прощения, накроется медным тазом, извините уж за такое сравнение, это правда. И вот такого рода, так сказать, инвесторов становится все больше и больше. Я могу там рассказать о своем разговоре с директором Амутнинского металлургического комбината, который всерьез тоже уже задумывается, но он всегда был ответственным человеком, сейчас думает о больших инвестициях, которые завод делает, так сказать, и о создании новых рабочих мест в большом количестве, которые уже, ну, никуда не деться от формирования инфраструктуры вот на тех же самых приступах, принципах частного государственного партнерства. Вот только таким образом мы сможем решать все социальные проблемы. Вы знаете, по поводу образования еще буквально два слова, да. Мы недавно регулярно встречаемся с бизнесом, и вот сейчас начали поступать, вот после того, как мы создали центр профессиональной ориентации, начали заключать договора на подготовку специалистов, да, скажем, завод «Авитек» обратился в правительство с тем, что нет специальности в средних учебных заведениях Кирове, которая им нужна. Вынуждены людей куда-то вывозить. Мы этот вопрос достаточно оперативно решили. С 2018 года в техникуме будут готовить действительно тех, кто нужен, чтобы не получалось. Так помните, ну, вы, наверное, не помните, в советское время, да, когда заботишься, чему тебя учили, сейчас мы научим, как должно быть. Вот от этих вот нам нужно уходить. И вы знаете, вот меня радует то, что бизнес начинает обращаться в правительство, в том числе и с такими вопросами, понимая, что он найдет поддержку в этих... Спасибо за комплименты, Игорь Владимирович, потому что вы, наверное, молодая, это в мою сторону высказывает. Даже Орла значительно воложает меня. Михаил Ширилов, пожалуйста, ваш вопрос. Во все стороны. Ну, на самом деле, меня очень радует, мы перерывы переговорили с Игорем Владимировичем, о том, что самое важное, на самом деле, создавать механизмы прозрачного и доверительного партнерства, когда и бизнес, и жители, и власть, собственно говоря, вот очень точное было, на мой взгляд, определение, власть должна сделать бумаги таким образом, чтобы люди об этом не думали, скажем. Но идеи, скажем так, мысли и возможности, то есть свою активность и инициативность, они должны, собственно говоря, просто привносить. Вопрос, Михаил. Ну, в общем-то, вопрос у меня будет, наверное, в эту же сторону направлен. То есть каким образом это сделать? То есть вот это и есть проектное центро, да? О, Михаил, прости, пожалуйста, я тебя межперебью, потому что если мы сейчас будем это обсуждать, мы будем три часа здесь сидеть. Давайте мы как-то перейдим час отдельно на эту тему, да? Давайте, да, давайте, я согласна, что это вообще тема, которая может стать направлением следующего года. Развитие площадок проектных и государственно-частного партнерства. Здорово бы, чтобы год прошел под этим знаками. Я просто хотел пояснить, потому что часто спрашивают, что нужно. И в этом мы, честно говоря, ведь не расходимся. А вот как это сделать? Как делать конкретно то, что мы хотим? Вот для этого стоит собираться и разговаривать как раз все те, кто могут повлиять на это. Совершенно верно. Так вот, хорошее предложение, как раз экспертную площадку создать. Как вы думаете? Я с удовольствием, только за двумя руками. А вот на примере Победилова хотелось бы узнать, государственное частное партнерство поможет нашему аэропорту или это не вариант? Есть ли планы на развитие аэропорта, какие они? Вы знаете, я думаю, что здесь есть большая масса накопленных проблем. Вот, наверное, вы сейчас, когда говорите, имеете в виду такой вопрос, который всегда на слуху. Там уход одной компании, приход другой компании. Суд-то на самом деле не в этом. Вот то, что в предыдущие годы произошло, это то, что аэропорт и авиакомпания потеряли статус летный сертификат, невозможно развивать. То, что было разделено на топливозаправочные комплексы, собственно говоря, перрон, были разорваны те связи, которые всегда в нормальном аэропорту существуют. Вот этим нам, наверное, нужно заниматься прежде всего. Такие задачи поставлены? Задачи поставлены, мы будем их решать. Но, к сожалению, знаете, я вот сейчас такой пример приведу, разрушить что-то всегда проще, чем создать. На создание нужно гораздо больше времени. Вот гораздо больше времени. Вот смотрите, наше государство, я уж извиняюсь, что к такому давнему примеру прибегу, создавалось там несколько тысяч лет, да, и доформировалось там до Советского Союза. Хорошо это или плохо, это огромная территория с 600-тысячным населением. В один день Беловежской площади, так сказать, его не стало, да. Вот процесс интеграции, он гораздо более длительный. Так и здесь. Но задача такая стоит, обеспечить транспортную доступность для граждан, для бизнеса, для всех, кто в этом нуждается. Ой, простите, Игорь Владимирович, но все-таки конкретика. Вот на будущий год, на 18-й, вот что вы рассказывали у вас по ощущениям? Где мы будем с Победилово? Вернутся ли дешевые рейсы, увеличится ли пассажиропоток? Я думаю, что пассажиропоток увеличится. Мы сделаем все для того, чтобы продавались билеты, билеты, ну, скажем так, недорогие, доступные для практически всех, так сказать. Но давайте не забывать о том, что нам нужна и транспортная доступность для тех самых инвесторов, которые создают у нас добавленную стоимость. А это что значит? Значит, мы должны летать часто в Москву, в Санкт-Петербург в течение дня, мы должны летать в Приволжском округе, как минимум в Казань, в Самару, Нижний Новгород. Вот это должно быть обеспечено, безусловно. Так, Игорь Владимирович, летали же часто в Москву. Я просто хотела бы, раз уже заговорили об этом. Как часто? Скажите мне, пожалуйста. Ну, насколько я помню, в Победилово, то, что касается Победы, всегда были, ну, достаточно такие плотно заполненные самолеты. Я просто хотела вот в этой связи вспомнить слова министра транспорта. А сейчас четыре раза в день. Министра транспорта Михаила Поршнева. То есть мы сейчас с вами говорим о созидании, да, вы говорите, что нужно создавать условия и так далее. Ну, вот буквально ведь недавно Михаил Поршнев сказал, я сейчас процитирую, что безубыточная работа Победилова невозможна, что это заведомо убыточное предприятие, и это такая же социальная нагрузка, как в нашей недочередине. У нас полтора минуты осталось, коллеги. Да, полтора минуты, значит, что я хочу сказать. Он должен перестать быть черной дырой, так сказать. И, ну, то, что он не будет прибыльным в ближайшие годы, это понятно. Но датировать можно миллиарды, а можно сотни миллионов, или десятки миллионов, которые мы забираем у тех же самых, ну, из других программ. Поэтому нам нужно максимально сделать его экономически обоснованным работой. И мы это будем делать. Ну, еще такой блиц, поскольку осталось совсем немного, времени, да, все-таки Победилова, хотелось бы к нему как-то вернуться, с поршнева, без поршнева, тем не менее. Не, без поршнева нельзя, министр транспорта ответить. Ясности нет, значит, да, мы тоже ему рады все время, всегда здесь. Но, господи, Победилова вынесла все мысли из моей головы. Вопрос про налоговых мигрантов. Мы не успеваем, не успеваем. А аудиторы вам помогают, чтобы Победилова была немножко более эффективной? Нам все помогают, в том числе и вы, поднимая этот вопрос. По поводу, давайте, налоговых мигрантов, да, тема такая. Я очень быстро постараюсь в одну минуту, как бы, да. У нас, смотрите, что происходит, так сказать. У нас появляются новые инвесторы, как в Мурашах, которые здесь регистрируются. Хочу вам сказать, что там в лесной отрасли зарплата абсолютно белая, 35 тысяч рублей. Вот это ориентир для всех. По поводу мигрантов. Должен сказать следующее, что, уходя в другую юрисдикцию, компания все налоги, которые она платила здесь, продолжает здесь платить. Если она не банкротится, ничего не делает. Но мы делаем все возможное для того, чтобы коллеги к нам возвращались. Для этого мы встречаемся с бизнесом, приглашаем на эти встречи налоговые, так сказать, ведем разговоры о том, как сделать взаимоотношения бизнеса и власти максимально комфортными, с тем, чтобы в Кировскую область хотели люди приезжать и вести здесь работу. Нужно ли закрывать Родину? Нет. Нет. Команда должна играть. Детский спорт должен развиваться, должны готовиться наши абсолютно хоккеисты. Да, у нас в этом году будет тяжелый сезон. Что делать? Вот мы к этому пришли не вчера и не позавчера. То есть мы сохраняем команду. Команда Родина сохранится, команда Родина будет играть. Хорошая точка для нашего интервью, я считаю. С Новым годом. Нужно только осталось только всех поздравить. Спасибо, Таис. И друг друга, и наших слушателей. Спасибо.